Алло, я демон. Никакой Веры здесь не будет. Ты очень дорого заплатишь. Дура, 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 как... Вера, ну и что, как тебе фильм вообще? Ну странный какой-то, странный очень. Не, ну ты думаешь, это реально, что в одном человеке может уживаться несколько личностей одновременно? Да, ну, мне кажется, фигня какая-нибудь. Вот честно, лучше бы мы последнее видео Элли Ди посмотрели, я его не смотрела. У них там еще какая-то огромная посылка пришла. Мне интересно, что там. Ну, то есть ты думаешь, это прям вообще нереально, что, ну, просто насколько я знаю, даже такое в клинической практике бывает. И фильм основан на реальных событиях. Не, ну да ну, вот представь. Человек, он один. И все злое и все хорошее в нем, оно совмещено. Как может быть несколько личностей, которые живут сами по себе? Да ну, чушь какая-то. Короче, давай спать. Ну да, давай спать. Ну, не знаю, мне кажется, в принципе, такое может быть, наверное, все-таки. Ну все, я умываться пошла. Ну, давай. Алло, я демон. И наконец-таки я теперь буду жить в теле веры. Только я буду решать то, что я буду делать. Никакой веры здесь не будет. Подписывайся, чтобы не пропускать новые события. И погнали! Что за отстойная одежда? Господи! Я так не могу! Где она? Блин, нету нормальных шмоток! Наверное, это лучшее. Еще вот это. Да! И вот это. Я думаю, это подходит. Так гораздо лучше. Что это за шмотки? Ван, ван, так. А теперь мне нужен полный образ. Я сделаю макияж. Но сначала мне понадобится кое-что другое. Пойдем, со мной покажу. Да, больше страха. Демон не спит. Так, я готова. Ну ладно, короче, буду разговаривать, пока никого дома нет. Нормальным голосом. И да, я алоэ демон. И так, конечно, это выглядит уже устрашающе. Но особо мне, короче, это кайфа не придает. В общем, сделаем наш образ каким-то более эстетичным для демона. Так, что тут есть в косметичке у этой непонятной Веры. Мне какие-то тут и тоналки. Тушь. Отлично. Карандаш. Супер. Подводка. Господи, да я мечтала об этом всю свою жизнь. И так. И, конечно, такой вот карандашик. Карандашиком я прям вот и сделаю тут такого по чернигу побольше. Вот так вот. Вот отлично. Вот так. Короче, Вера на самом деле думала, что она там над Сашей пранк сделала. Это пранк не над Сашей. Это пранк над ней самой. Ну, конечно, это был гениальный пранк. Но посмотрим, кто еще более гениален. Демон или Вера. Это чуть-чуть вот. А, достаточно. Брови. Да. Кайф. Ох. Хороша. Молодец. Красивая девочка. Короче, я достаточно ленива в этих вопросах. Обычно, когда вы выводите контуры и так далее, на это нужно много сил. Но я не хочу этим заниматься. Это не по мне, поэтому я делаю все быстро. Это плохая сторона Веры, которая делает именно так. О, почернее, почернее надо. Ну, немного как у японца, но ничего. Сойдет. Ой, какие глазки. Какие глазки у нас. Уйти, какая холесенькая. Хороший макияж для меня. Это не значит, что хороший макияж для Алоэ Веры. Ха-ха-ха. А скоро придет Саша. И главное, чтобы он ничего не заподозрил. Поэтому мне нужно сделать кое-какие делишки. Ну, с макияжем может быть немножко перебор. Так мне гораздо комфортнее. А сейчас я, кстати, хотела бы рассказать еще одну историю. Вчера Саша меня дико пранканул. Просто пипец. Я даже не предполагала. Демон готов был выбраться наружу уже вчера. Просто как можно разыгрывать в таком состоянии? Как можно разыгрывать в сонном состоянии? Сейчас я ему напишу пару словей. Вообще, если честно, у меня есть цель. Моя основная цель намного глубже, чем вы думаете. И вот эти все мелкие пакости, это не просто так. Это маленькая часть моего глобального замысла. Ну, и вернусь, пожалуй, к разговору с Сашей. Сейчас я тебе напишу. Как ты мог? Пофигу на знаке припинания. Ты понимаешь, как мне было тяжело? Тебе конец. Ты заплатишь за все. Ты очень дорого заплатишь. Хм. У меня есть еще одна идейка с этим телефончиком. Друзья, я хочу вам объяснить еще один момент, если вы не до конца поняли. Вера, может быть, даже и не предполагала, что в ней живет демон, но по факту в каждом человеке живет и демон тоже. И чаще всего Вера просто стесняется тех вещей, которые может сделать демон. И может, чего-то себе не позволяет. Но теперь все будет иначе. Теперь главное я. Ну и поскольку у меня в руках казался верен телефончик, я сейчас тут быстренько все почищу. Так, удалить все контакты. Отлично. Удалено. Далее все эти тупые приложухи. Транспорт. Какие-то для путешествий. Какая чушь! Игры! Игры то, что мне нужно. Хорроры. Господи, я уже играла в Грэнни. Мой демон внутри меня ликовал. Скачай несколько просто суперкриповых игр. И я думаю, что я в них обязательно сыграю. А вот и Саша ответил. Что ты имеешь в виду? Вера, тебе плохо? Это опять какой-то прав? Ха! Милок! Он еще не знает, с чем он связал. Скоро буду дома. Поговорим. Ну поговорим, поговорим. Хорошо. Блин, он походу идет. Вера, что опять? Опять какой-то пранк? Или что вообще происходит? Саша, я не понимаю, как это произошло. Почему это на мне надето? Ты издеваешься? Да в смысле? А что это сообщения, что ты мне писала? Какие-то, что тебе конец там и так далее. Какие сообщения? О чем речь? Я не понимаю. Ну блин, куча сообщений. Хочешь, я сейчас в телефоне покажу? Там ты мне что-то говоришь? Там какие-то угрозы вообще, я не знаю. Опять себя ввела, как будто неадекватно. Саша, если у меня ПМС, то это не значит, что я неадекватна. Блин, вот я честно не понимаю, что происходит. Раз в месяц, конечно, бывает такое, когда я реально, может быть, даже не помню, что сказала. Но блин, нет, Саша, я не помню. Я не понимаю, о чем ты. Дев, так просто скажи, это ты писала или нет? Блин, я честно ничего не писала. Я не знаю, как я оделась в эту одежду. Я ее не надевала. Саша, я реально не понимаю, в чем дело. Я спала. Вера, что у тебя вообще с лицом? Как будто на Хэллоуин накрасилось. Серьезно? Ну да, у тебя глаза все черные. Просто жесть. Блин, Саша, я ничего не понимаю. Серьезно? Может, у тебя появилась вторая личность? Это как прямо в том фильме, который мы вчера смотрели? Я не знаю, пошла умываться. Если честно, мы с Мартой не знаем, что происходит. А Марта это мой питомец, если вы не знаете. И это питомец на канале Элли Ди Пэтс. На Элли Ди Пэтс куча интересных роликов о питомцах, так что ты можешь посмотреть. Их ссылку я оставлю в описании. И мы, если честно, просто в шоке. И мы, если честно, с Мартой просто в шоке, что и здесь происходило. Она ведет себя как-то странно, и я не понимаю, что это было такое, блин. Я просто сидела на этом месте в черном платье, и я реально не знаю, откуда оно взялось. Сначала я долго не могла понять, почему дома такой бардак. Просто все раскидано, все вокруг раскидано. Вещи мои, я не могла найти кофты, в которых я сплю, и шорты, в которых я сплю. Я просто не могла их найти. Но потом, когда я взяла в руки камеру, я поняла. Я поняла, что это Алоэ Демон. И я, если честно, даже не знаю, в какой момент она может вернуться снова. И что она может вытворить. Она там еще говорила, что у нее есть какой-то коварный план. Просто какой-то грандиозный замысел. У нее идеи плещут, и все такое. Я даже не знаю, как к этому относиться, и что мне с этим дальше делать. Блин, не нужно было смотреть тот фильм. Не нужно было вообще к нему серьезно относиться. Еще Саша меня спрашивала, спрашивала. Я просто не понимала, что это может быть реальностью. Дура, дура, дура. Как так вообще? Ну и если тебе понравился этот скетч, обязательно подписывайся на канал, ставь колокольчик, лайк. И обязательно напиши в комментариях Алоэ Демон, если ты хочешь увидеть этого героя снова. И увидимся снова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok